Научная фотография представляет собой отдельный обширный раздел фотоискусства. Начиная с таких прикладных моментов, как фиксация в области биологии, медицины, физики и других фундаментальных наук, она постепенно занимает всю большую нишу, все больше людей этим интересуется. Если говорить о каком-то маленьком вкладе в это общее научное дело, то, наверное, это популяризация среди простых людей. То есть в этом смысле, чем больше людей будет видеть такую работу, наверное, это как-то их будет стимулировать к таким серьезным, фундаментальным исследованиям в тех областях, которые фиксируют микрофотографии. Вообще важным стилом для развития специфических творческих возможностей фотографии стала эволюция техники. То есть любой человек, занимающийся поиском ответов на вопрос о взаимоотношениях техники и искусства, он в первую очередь должен рассматривать фотографию в связи с ее технической способностью и другими видами искусства, основанными на технической фиксации изображения. Здесь необходимо сформулировать важное дополнение в особенностях создания, построения и восприятия фотографического изображения в ракурсе фотографической композиции, ее основ, ее гармонизирующих средств, взаимосвязью отдельных частей, элементов и так далее. Фотография была и остается прежде всего изображением на плоскости и со свойственными всеми ей законами восприятия. То есть категория равновесия, симметрии, отношения к большей части, к меньшей части, они с размерностью и пропорциональностью, как средством композиционного единства, они являются закономерными для всех распространенных в настоящее время мировоззренческих систем. И отдельно стоит упомянуть о восприятии человеческим мозгом черно-белого изображения. Лишенная цвета система этого изображения упрощена для восприятия, таким образом позволяет, скажем так, сакцентировать внимание на тех или иных более главных вещах, которые замыслил автор в какой-то своей работе. Соответственно, связи, образованные между частями изображения, с помощью черно-белых фиксаций, с помощью приемов применения именно черно-белого изображения, они позволяют создать связь смысловую, которая начинает жить самостоятельной жизнью, и зритель сам уже достраивает какие-то свои интересные вещи. Но это все общее о фотографии. И теперь, приходя к фиксации биологических и растительных элементов, которыми занимаюсь я, хотелось бы, конечно же, сказать, это все знают, что природные формы изначально обладают гармонией в своем строении, в своей морфологии. О таких вещах говорил Леонардо да Винчи, и пропорции золотого сечения встречаются в строении всего природного происхождения, начиная от клетки, заканчивая ракушкой, деревом, человеком и так далее. То есть, эту пропорцию современные исследователи обнаруживают в строении глаза, в биоритмах сердца, в электрокардиограмме. То есть, ориентируясь на это, можно предположить, что природа гармонична в своем первозданном виде, и, соответственно, фиксировать эту красоту помогают какие-то фотографические средства. Говоря о эволюции фототехники, следует отметить, что, конечно, существует очень много современных и микроскопов, и телескопов, и других не самых стандартных фотографических инструментов, которые позволяют видеть не очень многое количество людей. То есть, в этом смысле феномен невидимого глазу тоже имеет место быть. Конечно же, то, что мы не привыкли видеть в обычном визуальном нашем пространстве, привлекает внимание, в первую очередь, тем какой-то своей неожиданностью, что ли, незнакомой нам структурой или ритмикой, или вообще любым каким-то своим проявлением. Однако микроскоп, являясь инструментом ученых, помогающий регистрировать эти видимые объекты, тоже эволюционировал, и, конечно, говоря об обычных оптических микроскопах, имеет смысл упомянуть, что любой процесс, видимый в этот самый микроскоп, имеет недолговечный характер, то есть мимолетность этого момента, поскольку совершенно мелкие частицы, они, скажем, дышать даже страшно на них, потому что они разлетятся в какой-то момент. Более того, микроскоп – это возможность видеть только одному человеку, то есть группе людей это видение недоступно. Соответственно, эволюция микроскопа произошла в том ключе, что фиксировать удавалось с помощью насадок различных фотоаппаратов, с помощью снимания объектива или фиксирования на пленку. Этим занимались еще в 30-х годах прошлого столетия, занимались и Талбот занимался, и Рит, и Мартин. И, в общем, я хочу сказать, что современный электронный микроскоп, он фиксирует в первую очередь сегодня, он фиксирует все изображения уже электронным способом. То есть фотоаппараты там не применяются как такового дополнительного устройства, хотя на первых порах его использования применялись именно специальные пленки. Принцип этого электронного микроскопа достаточно прост, но, тем не менее, очень замечательный. Дело в том, что для того, чтобы в оптический микроскоп увидеть определенные объекты, нужна длина волны. Для того, чтобы увидеть их как можно более крупно и как можно более детально, длина волны должна быть укороченной. Если в оптическом рассматривании используются фотоны солнечного света, вообще любого света, то в электронном микроскопе фотоны заменены на электроны. Таким образом, пучок электронов посылается на образец, на какой-то небольшой объект, и вступает с ним в взаимодействие, образуя так называемые вторичные электроны, которые обладают минимальной энергетикой, энергией. Таким образом, попадая на выходе детектора, он формирует топографию этого объекта, то есть, по сути дела, рельеф. Мощность импульса, которая попадает на этот детектор, зависит от материала самого образца и характера его поверхности. То есть, по сути, сканируя пучком электронов вот эту поверхность, он формирует вот этот рельеф, который мы, собственно, видим. Вот весь принцип работы. В моей работе с растром электронным микроскопом я столкнулась, в общем-то, с интересной находкой, которую, мне кажется, можно использовать только во благо. А речь идет о том, что, как правило, электронный микроскоп используется в технике для выявления, скажем так, каких-то погрешностей в нанесении резисторов, или я могу сейчас очень неправильно что-то сказать, на микросхемы, в общем, выявление какого-то бракотехнологического процесса. В этом случае маленький образец на него наносит очень тонкий-тонкий слой золота в специальном каком-то плазменном агрегате. Вот в семечке мне не разрешили напылять золотом, не потому что это как-то дорого или еще что-то, это очень минимальное количество, это какие-то микроны совсем даже, наверное, меньше, а дело в том, что испортить такую установку помещением туда органики, наверное, было бы очень страшно. И поэтому все мои образцы, они сняты без этого напыления. Таким образом, на них, в какой-то момент, вот сейчас, если посмотреть на изображение, вы видите переход тона от самого светлого до самого темного. Дело в том, что если бы было напылено золото, то мы бы видели равномерное освещение, ну как бы освещение, потому что на самом деле никакого света в этом микроскопе нет, в этой камере, это заряд. То, что вы видите светлым, это заряд. То есть мой образец зарядился и таким образом позволил дать большую тоновую вот это вот разнообразие черно-белому изображению, что, в общем-то, ну, наверное, для рассматривания приятно, а тем более с помощью этого можно формировать какую-то дальнейшую композицию. Далее следует отметить, что, конечно же, в связи с появлением различных технологических компьютерных свойств конечная доработка изображения происходит уже путем использования графических редакторов. То есть, в общем-то, на этапе кадрирования, на этапе увеличения контрастов, на этапе, скажем так, затемнения или высветления, на этапе заблюривания или, наоборот, увеличения резкости можно также модифицировать исходный снимок, соответственно, придав ему ту или иную задумку. Но, на самом деле, они не носят никакой, скажем так, сильно смысловой нагрузки, поэтому все эти манипуляции со снимком, они направлены только на некую композиционную целостность, которая воспринимается глазом с точки зрения уже какой-то гармонии изображения, не более того. И, в общем-то, я думаю, что в завершении мне бы хотелось отметить, что научная фотография вполне способна и потенциально стать отдельным видом просто фотографии, отдельным видом искусства такого, что ли, поскольку здесь очень много еще стоит вопросов, которые предстоит изучить и как-то осмыслить, озвучить, потому что эволюция техники, она идет, конечно же, семимильными шагами, и еще очень много приборов, которые попадут, так сказать, в качестве инструмента к художнику, а там, как уж он ими воспользуется, тоже, в общем-то, существует очень много способов. И еще забыла кое-что отметить по поводу микроизображения. То есть на самом деле, кроме того факта, что все, что глазом невидимо в обычной жизни, оно, в общем-то, ну, в каком-то смысле хотя бы заставляет задерживаться взгляд зрителя, роль играет такая вещь, как несоответствие масштаба. То есть в привычной жизни мы привыкли соизмерять масштабно любое видимое пространство. То есть в микрофиксированном изображении это достаточно проблематично, поскольку мы таких объектов, мы не понимаем ни его размера, то есть для нас это какие-то абстрактные микроны, нанометры, то есть все эти размеры очень маленькие, они абстрактные, поэтому лишенная масштабности изображения, оно также, в общем-то, ну, заставляет в какой-то момент несколько минут или секунд глаз задержаться на этом изображении. То есть что касательно каких-то глобальных целей этого вида искусства, так назовем, я уже сказала вначале, это популяризация. То есть вот я для себя это объясняю именно так, то есть я не занимаюсь этим творчеством ради каких-то, то есть ничего нового, по сути, оно с собой не несет, кроме того, что на сегодняшний день современная техника позволяет фиксировать с огромным хорошим качеством, позволяет это печатать с хорошим полиграфическим качеством, то есть это все постепенно можно людям доносить, и, возможно, это кого-то вдохновит на какие-то дополнительные занятия в области искусства и науки. Вот пока я вижу себе это так. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok